Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Знаю, что муч меня любит и бережёт, поддерживает. Меньше года назад у нас родился сын, души меня внечают. Ничего для нас не жалеет. Внешне идеальная семья. Но знаю, что меня обманывает с женщиной, которая работает. Точная ответственность, она претендовала на моё место в отношениях. Не могу поговорить с ним напрямую, так как в силу характера он не просто вспыльчивый, а даже категоричный. Не твоё дело, мы только партнёры, между нами ничего нет и не знаю, что делать. Виктория, давайте сначала попробуем сформулировать, что делать, чтобы что. Ну то есть вы можете гармонизировать отношения в семье своей с мужем, например. То есть поисследовать ваши отношения на предмет каких-то сложностей, конфликтов, несостыковок, проблем. Но, повторять их решить. Со своей стороны, если муж там считает, что всё в порядке. Вы можете разобрать то, как вас эта ситуация задевает. В смысле того, чтобы вам не было так тяжело. Вот. Чтобы вас это, ну, чтобы вам не было так вот, ну, 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 неприятно, да? И вы можете наконец для себя решить расстаться с мужчиной, раз он не идёт на компромиссы. Вот, раз он не желает проблему признавать, а фактически вас, как бы, ну, обесценивает и отталкивает тем, что обманывает. Как вот вы говорите. Понимаете, да? То есть вам нужно определиться с тем, чего вы хотите в первую очередь. Для себя. Вот. Ну, и дальше. Если мы говорим о вашем поведении, вот, в частном что-ли. то мне показалось, что вы, вот, в какой-то степени, челюстюр, 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 зависимым от, эм, эм, муся, вот. Эм, как-то вот, ну, как будто, эм, через челюстюр, эм, от него зависите, да? И, эм, в общем-то, находитесь, как бы, эм, эм, ну, в пози, эм, в позиции, вот. Эм, ведом, ну, ведом она, да? А, вот. Так что, вот здесь. Очень важно этот момент поисследовать. Потому что, как вы говорите, что знаю, что любят бережу, да, но обманывают. Почему вам нужно, что вас берегают? Вы сами себя не бережете? Не бережете? Как это работает? Как это происходит? Ну, вот. А не потому ли он, например, эм, ну, вот тот принцип, эм, обманываясь другой женщиной, потому что другая женщина не ведет себя, эм, ну, так зависимо, как вы. От него. Например. Например. Понимаете? То есть, ну, понятно, что это только предположение, да? Что вы занимаетесь вот такой вот, чересчур, зависит позицию. Но, тем не менее. На этом нужно оплатить вам увынанное свое. А? Следующее. На этом, ммм, очень хочется обратить вам ваше внимание. Это, пожалуй, то, что вы говорите. Муж, ну, не хочет со мной говорить. Ммм, а затем, эм, вот, ну, вот, какой, какой смысл, какой, какой резон, а, ему сам отговоров. И, ну, вот, сэмами, спросите себя. Зачем ему с вами говорить сейчас? То есть, иными словами, нужно сделать так, чтобы у него был мотив, чтобы у него появилась причина, сами говорят. Понимаете? Вот. А дальше вам нужно уравняться с ним в позициях. В позициях, в том числе, между вами, а, вот. Вот такая вот история. В целом, в целом, ситуация, которую вы описываете, конечно, на мой взгляд, в целом ситуация, которую вы описываете, в целом, в целом, в конфликтах, в первую очередь, ну, в целом, в семье, потому что внутри, внутри семьи, понимаете? Понимаете, да? А, вот. И работать нужно именно с конфликтом здесь. И учитывать, в первую очередь, вашу ответственность. Ну, за конфликты, которые происходят. И, естественно, ответственность следит не только на вас. Не смотря на то, что, ну, что не только на вас, да? Не смотря на это. Но все равно я бы сказал, что именно вашу ответственность нужно все-таки преследовать. Вот. Ну, как мне, по крайней мере, это видится, да? И как мне, вот, по крайней мере, кажется здесь вот. Ну, вот в данном аспекте. И когда и если, например, да, когда и если вы это сделаете, я думаю, что появится перспектива, да? То есть, как было. Сейчас вы застряли, вот, в какой-то степени, да? Вот, в такой неопределенности какой-то, вот. А, и возможно, понятно. Ну, это довольно быстро закончится. Если вы примете какое-то решение. То есть решение, вот, ну, в каком направлении вам выкатить эти двигатели. Вот. Сейчас, пока что этого решения, ну, вот у вас, судя по описанию, это нет. Вот. Это, на мой взгляд, большая проблема. Вот. А, потому что нет решения, как бы вы, если бы не доверяете, не знаете, куда вам двигаться, в каком направлении и как. так. Вот. Поэтому, в принципе, вас, вот, ну, в данном случае, можно понять, вот. вот. Ну, это, вот, совершенно, что называется, не означает, что, вот, ну, направление, вот, скажем так. А, в каком направлении вы двигаетесь, является, ну, вот, конструктивным. Понимаете, да? Вот. Поэтому, на мой взгляд, ответ вам может быть такой. Вот. В принципе, то, что я хотел вам сказать сейчас, с точки зрения психологии, вот, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения своих ценностей, да, которые у меня есть. Надеюсь, вам это было интересно. Я желаю вам удачи, я желаю вам самого всего доброго. Вы большая молодец, что заговорили о проблеме, но нужно двигаться дальше. Выбрать психолога и начинать работу. Начинать индивидуальную работу с тем, чтобы разобраться, в том, что происходит. Что происходит между вами, вот. что происходит, как бы, ну, вот, с ним, да, что, ну, имею в виду, с вашим супругом, вот, с чего вы хотите и так далее. Это вот все то, что вы можете сделать. Естественно, с помощью психолога это, вот, было бы гораздо быстрее, вот, эффективнее, проще, ну, и, пожалуй, безопаснее. Да. Вот. Вот. Так я мог бы вам ответить. Сейчас. С точки зрения. Hello. Удачи вам еще раз. Всего самого доброго. Любую проблему можно решить. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...